Писано там полторы тысячи подписей. С другой стороны, нам нужно составить наш собственный текст. Я не знаю, может, скорее от сотрудников и преподавателей. Может быть, от всех, кто здесь собрался. Текст в основе, может быть, тот же текст петиции, но туда должны быть добавлены, если здесь их нет, некоторые требования, которые мы, как сотрудники, ректорату можем обратить. Вот. И подать его, причем, если эти требования выполнены не будут, то угрожать дальнейшими ежедневными митингами, пикетами, забастовкой и так далее. Вот. В общем, короче говоря, давайте сейчас я... Сейчас я прочитаю текст петиции такой, как он есть, да? А дальше уже давайте мы с вами обсудим, что с этим будет. Ну и дальше. Дректору Российского государственного гуманитарного университета Ивахненко Гиафен. Добрый день. Утром 29 марта 2016 года, после звонков представителей администрации ГУДА, ряду преподавателей, нам стало известно о приказе об увольнении ведущих профессоров в ГУС, среди которых были Юрий Владимирович Иванович, авторитетный исследователь в городе Субоголя, Мин Сергеевна Павлова, ведущий Германии, Владимир Моисеевич Гаевский, театральный и литературный критик, заслуженный деятель искусства, Николай Алексеевич Федоров, автор учебника латыни, по которому учатся несколько поколений студентов, Владимир Антонович Дыбо, специалист по сравнительно исторической грамматике и акцентологии, Александр Юрьевич Милитарев, один из ведущих заследователей в области сравнительно исторического языка знания. Эти увольнения, возможно, связаны с сокращением должности профессора-консультата. Пресс-служба не в первый раз отказывается публично комментировать ситуацию, и мы, студенты, узнаем о важных решениях руководства из масс-медиа, которые не приводят достоверных источников информации. 28 марта портал «Медуза» сообщил, что по имеющимся у них данным планируется объединение и ИФИ, и института масс-медиа. Хотя эта информация не имеет прямого подтверждения, есть все основания полагать ее достоверной. Во время кампании по выборам нового ректора информация о ее ходе распространялась различными порталами, однако какие-либо заявления от пресс-службы отсутствовали. Таким образом, ситуация повторяется. В этом году исполняется 25 лет РГГУ. Профессора, попавшие под приказ об увольнении, стояли у истоков формирования вуза, а многие действующие преподаватели – их ученики. Отстраняя этих людей от должностей, администрация университета нарушает все основы преемственности научного знания. Реорганизация структуры ИФИ, о которой студенты и преподаватели узнают из масс-медиа, даже при возможности того, что это всего лишь слух, вызывает тревогу и опасения за наш факультет. В связи с этим требуем от администрации университета, во-первых, предоставить гарантии, что профессора не будут уволены, во-вторых, предоставить гарантии, что в дальнейшем все преобразования будут совершаться в согласии с трудовым законодательством, в-третьих, гарантировать, что ИФИ не будет объединен с институтом масс-медиа и будет сохранен как отдельный институт, в-четвертых, улучшить работу пресс-службы РГГУ для того, чтобы студенты могли узнавать достоверные новости университета не из масс-медиа, а напрямую от университета. Вот такой как бы текст, да, который мы никак, естественно, менять не будем, в таком виде его подадим, потому что он подписан. Вот, и если кто-нибудь хочет сказать, что к этому тексту нужно добавить или изменить, тексты, которые мы уже вот от себя будем подавать, то, пожалуйста, какие мнения есть? Ну, дело в том, что после этого произошло самое скандальное, а именно ректор дважды сказал журналистам, коммерсантам и лентам РУ, что никакого приказа не было, то ли это самоуправство, то ли все, то ли кому-то померечилось, вот что с этим делать? Да, ага. Служебное расследование должно быть проведено. Кто это сделал? Никаким образом, это не получилось. Не слышно. Так, на самом деле, сейчас я посмотрю в Фейсбуке, когда мы договаривались о нашей сегодняшней вот этой встрече, Юлия Ляхова очень внятно написала, просто, несколько пунктов требования, вот те требования, которые мы должны предъявить. Скажите, а Юлия Ляхова есть сейчас? Есть, 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 да? Да, вот, может быть, вы тогда сами повторите, и чтобы мне не зачитали, да, потому что мне кажется, что вот именно эти, вот эти пункты должны быть в нашем письме проговорены, все те, которые сейчас скажут. Вот, и во-вторых, нужно учесть, что на самом деле ситуация не совсем такая, как нам всем казалось вчера, потому что уволили не 6 человек и не двоих, а уволили 15 человек. 6 – это те, о ком мы узнали и о ком успели там разрубить, поднять шум, но еще есть 9 человек, имен которых мы даже и не знаем. Причем, как бы, про Нью-Ректора, понятное дело, тем оказывается сильнее, да, потому что действительно там приказ был, или если приказа не было, то он готовится там и так далее, и всех остальных, кроме четверых, на самом деле только про четверых сказано, что они не уволены, всех остальных собираются уволить тихо, успокоив нас, вот, ведь... Точнее сказано, что не обсуждалось. Это не значит, что они не были уволены. Нет, ну, на самом деле сказано «не обсуждалось», там, конечно, смысл был такой, что даже не обсуждалось, якобы, даже. Вот, но просто они... Да, нет, нельзя, конечно, верить ничему. Ну, я думаю, что четверых, конечно, оставят, а остальных... Николая Ксеевича и Милитарева, как бы, непонятно, это зависит от нашего шума, там, сегодняшнего, а вот остальных уж точно уволят, если мы не будем специально проникывать. Да, кто это? Надо, да. 15... Нет, дело в том, что упразднили вообще такую позицию, да, как профессор-консультант. Таким образом увольняются все профессора-консультанты. Вот сегодня Ирина Викторовна Ершова специально узнала, что этих ставок 15 университетов. Да, то, значит, 15 человек уволен. Тогда нужно позвонить в отдел кадров представителям СМИ и уточнить, кто на этих должностях работает и насколько это бесрочен контракт. Если нам скажут... Нет, на самом деле, независимо от того, срочный или бессрочный контракт. Что касается вещей судебных, то здесь вот Николай Павлович Гринцер, он узнает, достаточно ли у нас основания, чтобы подавать в суд. Там как бы не совсем пока понятно. Но независимо от этого, здесь как бы дело это не только юридическое, да. Независимо от того, какие у них контракты, бессрочные или срочные, все равно, естественно, нам нужно требовать, чтобы они были оставлены. Вот. Да, вы прочитайте, пожалуйста. Ну, мы считаем, что мы должны выступить с требованием встречи, во-первых, с директором. Мы уже попросили сейчас, скорее всего, может быть, он к нам спустится, все-таки придет. Вот. И опровержение, конечно же, информации об увольнении профессоров, про которых говорится, что еще их судьба только решается. Вот. Кроме того, мы хотим выяснение причин, почему происходили звонки с сообщением об увольнении профессоров. Кроме того, мы хотим, чтобы нам были предоставлены гарантии, что эти увольнения не будут произведены в дальнейшем. И еще мы хотели бы потребовать, наверное, открытости и обсуждения с коллективом всего, что происходит, собственно, в университете. Потому что пресс-служба работает ужасно, мы ничего не понимаем, мы узнаем новости из каких-то новостных порталов, они недостоверные. И мы хотели бы, чтобы это как-то обсуждалось с коллективом. И извинения от тех, кому позвонили, даже если это был телефонный коллегант. Вот. Пусть ректор все-таки несет какую-то ответственность. Здравствуйте. Встретиться и пообщаться. И как-то разрешить эту ситуацию. Так что никаких вопросов, я открыт для общения. Пожалуйста, все вопросы. Сколько человек уволено? Позвольте, как автор студенческой петиции, обратиться к вам. А в чем студенческая петиция? Студенческая петиция... Кстати, я с студентами встречаюсь с 31-го. Вы встречаетесь со студентами, насколько я понял, проживающими в общежитии. А потом встречусь здесь. Мы, как инициативная группа студентов, позвольте представиться, Демидов Иоанн Викторович, студент 4-го курса историко-филологического факультета по направлению подготовки новейшей русской литературы творческое письмо, составили вам следующую петицию. Вы все зачитывать будете? Вы сейчас скажите о содержании ее. Нет, что вы, я ее вам прочту. Утром 29 марта 2016 года, после звонков представителей администрации вуза ряду преподавателей, нам стало известно о приказе об увольнении ведущих профессоров РГГУ, среди которых были Юрий Владимирович Ман, авторитетный исследователь творчества Гоголя, Нина Сергеевна Павлова, ведущий германист, Вадим Моисеевич Гаевский, театральный и литературный критик, заслуженный деятель искусств, Николай Алексеевич Федоров, автор учебника латыни, по которому учатся несколько поколений студентов, Владимир Антонович Дебо, специалист по сравнительной исторической грамматике и акцентологии, Александр Юрьевич Милитарев, один из ведущих исследователей в области сравнительно исторического языка знания. Эти увольнения, возможно, связаны с сокращением должности профессора-консультанта. Пресс-служба не в первый раз отказывается публично комментировать ситуацию. И мы, студенты, узнаем о важных решениях руководства из масс-медиа, которые не приводят достоверных источников информации. 28 марта портал medusa.io сообщил, что по имеющимся у них данным планируется объединение ИФИ и Института масс-медиа. Ссылка приводится в петицию. И хотя эта информация не имеет прямого подтверждения, есть и основания полагать ее достоверной. Во время кампании по выборам нового ректора информация о ее ходе распространялась различными порталами, однако какие-либо заявления от пресс-службы отсутствовали. Таким образом, ситуация вновь повторяется. В этом году исполняется 25 лет РГГУ. Профессора, попавшие под приказ об увольнении, стояли у истоков формирования вуза, а многие действующие преподаватели и их ученики. Отстраняя этих людей от должностей, администрация университета нарушает все основы преемственности научного знания. Реорганизация структуры ИФИ, о которой и студенты, и преподаватели узнают из масс-медиа, даже при возможности того, что это всего лишь слух, вызывает тревогу и опасения за наш факультет. В связи с этим требуем от администрации вуза предоставить гарантии, что профессора не будут уволены, предоставить гарантии, что в дальнейшем все преобразования будут совершаться в согласии с трудовым законодательством, гарантировать, что ИФИ не будет объединен с институтом масс-медиа и будет сохранен, как отдельный институт. А также требуем улучшить работу пресс-службы РГГУ для того, чтобы студенты могли узнавать достоверные новости университета, не из масс-медиа, а напрямую от университета. И сейчас я вам вручаю подписи по состоянию. Да, также в ходе нашего небольшого митинга было выдвинуто еще одно требование, чтобы администрация вуза принесла публично извинения преподавателям, которые попали под действие этого приказа, а также были обнародны. Я слышу хорошо, вы говорите. А я говорю, чтобы все слышали. А также были обнародны. Все 15 фамилий преподавателей, попавших под действие нового приказа. Еще дополнение от тех, кто... Я так понял. Поскольку текст этой петиции составлялся вчера, днем, когда ситуация была немного другая, и сейчас она изменилась, поэтому еще два требования и два вопроса от тех, кто собрался здесь. Во-первых, после того, как преподавателям позвонили, сказали, что они уволены, после этого от вас поступила такая информация, что этого приказа не было, что это выдумка и так далее. При этом звонки, несомненно, были, есть подтверждение. И есть даже... Мы знаем номер телефона, с которого звонили, это телефон отдела кадров. Значит, либо вы обманываете. В этом случае вы должны взять на себя ответственность за то, что произошло, за то, что вы нас всех обманываете и извиниться. Либо вы должны найти виновных, которые, очевидно, в отделе кадров. Я плохо себе представляю, что в отделе кадров. Вы мне передаете, я его передаю. Во-вторых, все эти увольнения произошли из-за того, что отменяется должность профессора-консультанта. Насколько я знаю, таких ставок в университете не 6, а 15. То есть это значит, что есть еще 9 уволенных наших коллег. Я хочу, чтобы мы, во-первых, узнали их имена, и, во-вторых, я хочу сказать, что все эти требования относятся и к ним тоже. Хорошо. Я прошу зафиксировать передачу подписей. Хорошо. Я отвечу сразу на такой вопрос, который самый здесь сложный и понятный. Значит, мне был представлен список. Сейчас объясню ситуацию, что университет находится в очень сложном финансовом положении. Чрезвычайно сложном. Это, может быть, кого-то вызывает улыбку, но я... И поэтому назначил очередной раз президент. Вы сейчас хотите меня перебить и... Давайте сказать, ладно? Ну, послушайте. Если вы хотите говорить... Нет, управление... Честь надо знать. Если вы после каждого слова будете дополнять и говорить... Нет, я больше не буду. Я понимаю, у вас тоже есть аргументы. И это тоже правильно. Теперь послушайте. Да, на самом деле был представлен список. Он не только этот список. И первая, на кого, так сказать, могла выпасть вот эта участь, да, я к этому списку, я его посмотрел, чтобы я ответил вам честно, да? Да. Я посмотрел и сказал, что здесь нужно еще разобраться в этом вопросе. Почему из кадров позвонили, до конца мне не ясно. Это сразу говорю. Как только... Мне даже Юрий Львович Троицкий позвонил. Как только он позвонил, я вернулся, я не подписывал этот список, чтобы было понятно. Вероятно, там сработали на опережение и хотели что-то сделать. Я сразу же решил вопрос. Решил его таким образом. Сейчас вопрос об увольнении в составе этой группы, он должен рассматриваться конкретно. И, конечно же, мы не можем содержать всю группу. Я вам сразу говорю. Да, на самом деле это так. Но мы должны разговаривать с каждым, чтобы здесь не было каких-то представлений о том, что мы административно там с каждым будем говорить. И если кто-то из них согласится, скажет, что да, действительно, мы понимаем положение университета и готовы. Там, кстати, можно перейти и на преподавательский. Там не обязательно... Про группу про лекторов говорите? Нет, я сейчас про говорю. Вы хотите опять пошутить? Вот кого сокращать нужно в числе первых. Я вам объясню. Не, знаете, вы можете как-то... Значит, вот такая ситуация. Желание уволить заслуженных людей никогда не присутствовало и не было даже по существу. И когда я это узнал, я моментально это вернул назад. Это первый вопрос. Второй. Про ректорами. Значит, у нас есть два проректора, которые отвечают за второй и третий уровень образования. Как только будет назначен проректор по науке, то эти два проректора свои должности оставляют. Более того, я хочу сказать, что зарплата проректоров, она определяется в связи с зарплатой ректора. Я готов был бы свою собственную зарплату уменьшить, чтобы сохранить вот эту маленькую сумму. Поверьте, я знаю... Давайте... Нет, дело вот в чем. Интересно, что министерство назначает мне зарплату, а платим мы. Понимаете? Более того, я получаю... Я вам скажу, я получаю гораздо меньше, чем ректор предшествующий, ну, учитывая там все. И они гораздо меньше теперь получают. Все проректора, и те, которые работали до этого. А теперь вот давайте я вам скажу. 15 ставок. Николай Алексеевич Федоров, который работает на нашей кафедре, получает 30 тысяч рублей в месяц. Умножьте 30 тысяч на 15. 450 тысяч рублей в месяц экономии. Скажите, пожалуйста, сколько получает президент РГГУ пивовар в месяц? А ему еще не назначено. Да, ну, я сейчас объясню. Сколько ему назначено? 450 тысяч рублей в месяц. Сейчас нет, нет, ни в коем случае, нет. Нет, на самом деле это даже понятное дело. Ну, хорошо, вы сейчас можете заговаривать, и вы предлагаете уже ответ за меня. Это не годится. Значит, приказ есть. Договор составляет, зарплату президента составляет министерство. Вот, если вы считаете, что ее можно даже... У меня нет достаточно компетенции изменить зарплату. Почему вы так считаете, что президент это ненужная фигура? Я вам сейчас скажу. А я вам сейчас скажу. Послушайте, скажу. Вот сейчас, сегодня, через несколько дней, мы идем в администрацию, мы решаем вопрос в администрацию президента России, мы решаем вопрос о дополнительном финансировании, учитывая наше положение. Мы решаем вопрос о ремонте, о выделении 300 миллионов рублей на ремонт. И эти вопросы, эти вопросы тоже решаются с помощью президента. Пока я не... Можно вопрос задать? Подожди, сейчас вопрос задайте. Теперь у нас еще какой-то был какой-то вопрос. Нет, это важный вопрос. Сегодня министр образования официально заявил о том, что... У вас есть ситуация с РГГУ и вокруг протеста, вокруг этих увольнений. Он лично говорит о том, что увольнения в таком ведущем вузе, как РГГУ и других из них... Совершенно правильно. ...не должны быть. Вот эти слова министерства и министра образования, они каким-то образом повлияют на то, что вы не будете разговаривать с этими 15 людьми по этой ставке? Потому что говорить не о чем. Министр уже сказал, что он готов... Так, принимай решение, принимай решение. Не буду разговаривать, пускай работают сейчас. Просто молча. Нет, просто молча. Нет, молча так. Пускай работают. Все. Но у нас сокращение идет. Я даже объявлю вам, какое сокращение. Мы сокращаем так называемый годрок. Это управление дистанционных, там 40 человек. Мы производим очень много оптимизаций и в рамках учебного процесса объединяем кафедры. Да, без этого не обойтись. Никак. Невозможно. Если есть какая-то сумма, да. Вот я вам скажу дальше. Что, в чем у нас проблема? Проблема такая. Если субсидии, они выделяются на определенное число. Субсидии от государства. На определенное число работников. Как преподавательского состава, так и обслуживающего. Хочу вам сказать. На обслуживающий состав у нас 350 ставок. Это годами. В чем мы теряем средства? А кто предъявляет? А администрация за это отвечает. Мы платим деньги за что? Есть программы, по которой учится один человек. Его обслуживает 20 преподавателей. Есть такая программа, да. Это деньги уходят те, которые... Дальше. А норма, по которой нам платят деньги государство. Один к одиннадцати, двум десятым. Малые группы. Ну, мы не можем. У нас две тысячи... То есть это значит, что редкие специальности будут отменяться? Закрываться? Малые группы. А редкими специальностями занимаются? Знаете как? Это не связано с этим. Что вы передергиваете? Почему? Я не передергиваю. Вот у нас, например... Ну, передергиваете. Ну, слушайте. Это значит то-то. У нас случится свой трой студентов, да. Работайте лучше, и будет больше студентов. Спасибо за совет. Подождите. Давайте я еще... Я буду стараться. Буду стараться завоевать ваши... Подождите, одну минуту. Нет, здесь не это. Подождите. Я вам сейчас хочу сказать так. Да, иногда эти мероприятия, они иногда наступают на определенные... Не бывает так, чтобы всем было... Всем сестрам по серьгам. Так не существует. Любая реорганизация, она этого требует. Любая. Но я был в ИВГИ, да, и был в ИВКА, и общался здесь с коллегами. Да, действительно, трудный разговор, но мне кажется, что в чем-то мы добились какого-то взаимного понимания. Никак не то, что мы там готовы давить и... Нет, знаете, вы сейчас можете как угодно организировать, а университет надо спасать. Вот я просто вам скажу. И не думайте, что выслушав все мнения и реализовав, мы спасем университет. Мы наоборот можем уйти. Скажите, пожалуйста, с какого момента малая группа начинается? Малая группа, я скажу, 15 человек сейчас группа. Может быть... Калавриат и магистратура. Малая группа, магистратура, минимум 15. Может быть, в некоторых исключениях 12. Такое... Только редкие исключения, когда редкие специальности. Мы не... Что вы за следы? Чертную шкуму. Нет, ну на самом деле это все... Это все... Мы сейчас немножко отошли от нашего главного разговора. Это есть то, что... Мне бы хотелось бы... Стимулировать, да. Вот, вот чего даже не... Мне бы хотелось... А как фамилия, вы представьтесь? Меня зовут Борис Михайлович Никольский. Да, я доцент Института Восточной культуры и античности. Одно из наших требований теперь уже, как бы, после вашего согласия, опубликовать это все на сайте РГГУ, чтобы пресс-служба, которая изумительно хорошо вчера весь день работала, отвечала на все наши вопросы просто немедленно. Вот, чтобы она опубликовала информацию о том, что вы с нами встретились, что вы согласились на наши требования, что эти люди не будут уволены. Так, ну я же сказал, зачем? Чтобы это было зафиксировано на сайте. Неужели это слово вам нужно посвящать? Нет, нет, это нужно не только нам. Это нужно не только нам. Вчера огромное количество людей видело, слышало по радио, в газетах и так далее, про то, что происходит здесь. Вот я хочу, чтобы эти люди тоже смогли выйти на сайт РГГУ и увидеть, и успокоиться, что эти люди остаются. Поэтому это наше обязательное требование, чтобы вся эта информация была опубликована на сайте. Я еще хотел бы сказать, что с прессой надо кореевно общаться. Сергей Лавлинский. Ну а кто? Я что? Не, ну очень грубо разговариваю. Я разговариваю? Нет, не вы, у вас помощник очень. Помощник? Вот ваш проректор. Безбородок. Это, вы знаете, это просто горбачок такой вот. Да, пожалуйста, еще одна просьба после сегодняшних обращений проректора ко мне, начальника охраны. Проведите разъяснительную беседу о возможности применения физической силы, о возможности прикосновения к личному имуществу, о границах, дозволенных в общении с другими гражданами Российской Федерации. Так как у нас зафиксировано на камере. Вы просите нас лучше работать, да? Вы просите с нас лучше работать? Мы просим вас. Мы будем вместе лучше работать. И все. Никак не это. Зачем вы? Вам нужен конфликт? Неужели это да? И нам он не нужен? Вы уже сказали. Вы объяснили, что значит реорганизация. Повторите, пожалуйста. Как началась эта история, да? Что привело людей к сюда? Правильно. Все. Как это происходило? Я бы даже, я бы сказал, что это, это, от незнания еще и моя ошибка. Я ситуацию до конца не просматривал, потому что сейчас ситуация такая. Я, что называется, ну, человек новый, да? И не видел некоторых аспектов, нюансов. Я уже сказал, что более того, я даже перед этими людьми, которым я готов извиниться, и это будет совершенно правильно. Публичным. Публичным. Да не надо вам публично. Я лично извинюсь. Поба, простите. И перед вами еще публично извиниться. Нет, публично извиниться перед преподавателями, которых затронул. Я сам. Ваше письмо было опубликовано на полчаса. Вы знаете, вы сейчас дальше двигаетесь дальше. Это публичный скандал. Евгений Кальманович. Можно ли сделать прозрачным все то, о чем вы говорили? Потому что мне кажется, что половина недоразумений происходит из-за того, что просто мы не владеем информацией. В том числе и о финансах. А финансовая сфера не должна во всех быть открыта. Нет корпорации, которая открывала все финансовые. Но зарплаты, прочее, вы можете увидеть на сайте, это никак. Университет, современный университет. Это корпорация, которая еще стремится стать транснациональной. Вот ее. Вы знаете, это даже не вопрос терминов. Вы не очень знакомы с современным академическим менеджментом. Хорошо, простите финансовые на ваше усмотрение. Но о том структуре оптимизации. Да, знаете, как мы сделаем? Нет, я объясню. Вот на совет выносим вопрос. Там будет вопрос структурный. Я думаю так, что мы можем сказать о том, что мы хотим сделать на совете. То есть предложить совету. И здесь каких-то других вариантов. Есть варианты такие, что есть не просто параллельные структуры. Вы поймите, есть структуры, которые запараллелены. Есть еще структуры, делают то же самое. Здесь набирают три человека, там десять, и мы платим огромные деньги. И у нас не хватает денег уже ни на что. Мы готовы это понять, если вы нам... Понять, поймите тоже нас. И никого мы не хотим там зажимать или как-то. Мы хотим сделать так, чтобы мы работали эффективно. У нас нет другого. Вот это корпоративный принцип. А не потому, что мы хотим университет свести к бизнес-корпорации. Это вот точно нельзя. Это не гипермаркет. Нужно эффективно управлять. Что такое эффективно в вашем понимании? Эффективно понимание так, что необходимо свести, первое, доходы и расходы, как-то свести, чтобы не было кассовых разрывов. Это первое условие. Второе. Необходимо выполнить задачи учредителя, качественно готовить и здесь сохранять научные школы, сохранять тот потенциал, который есть в РГГУ. Это вторая позиция. Вот в университете она имеет свою специфику. Ну, если угодно вы скажете что-то, я готов. Мне кажется, две эти функции уже говорят об эффективности. Мне кажется, что... Да, и всем показателям эффективности тоже есть в мониторинге. Пожалуйста. Маленькие группы, это эффективно в нашей специальности. И вы противоречите сами себе, когда хотите увеличить эффективность тем, что упраздняет маленькие группы. Дело в том, что мы учимся на факультете, на кафедре классической филологии, как раз по учебнику латыни, который писал в том числе и Федоров. Но у нас группы, но у нас группы как раз все маленькие, принципиально и не бывает. Давайте доведем. Самое эффективное будет. Если группы были бы по три человека, вообще эффективность была в этом смысле, но университет... Но это значит, что можно закрыть... Слушайте, дослушайте до конца. Вы хотите получить ответ на вопрос? А я вам дам ответ. Смысл заключается в том, что да, действительно, это желательно, да, это здорово, но если нет средств, надо, по крайней мере, сейчас, по возможности, выстроить модель так, чтобы от которой можно было двигаться и идти в сторону уменьшения группы. Что, простите, будет с этим? Нет, подождите, но это довольно абстрактный разговор, а вот действительно Антон задал конкретный вопрос. У нас на нашей кафедре группы по пять человек, всегда во всех институтах России, где есть эта специальность группы по пять человек. Одна группа, да, это не то, что мы делим, у нас много студентов, мы делим на много групп. Если требование, чтобы группы были меньше двенадцати человек, значит, нашу специальность в РГДУ нужно вообще управлять. Есть такая... Нет, это речь идет о том, что ученый совет принимает решения о подобных исключениях. Евгений Николаевич об этом говорил. Есть еще модель, я сейчас скажу. Это как раз история. Есть вторая позиция. Послушайте, есть еще позиция. Вот, скажем, центр изучения религии, там тоже такая же проблема возникает. Позиция такая. Можно соблюсти и небольшие группы, это условия, и можно сделать так, что по ряду предметов можно сделать, значит, индивидуальное посещение. Вот есть предметы, которые никто не заменит. Индивидуальный план, да. В принципе, в мировой практике, в европейском индивидуальный план реализуется. И это действительно так. И мы готовы пойти на это, чтобы сэкономить средства, основные предметы, по которым идет профессиональная подготовка. А если оставить, а если есть возможность на других факультетах посещать, то по индивидуальному плану они могут получать зачет. Это тоже один из выходов. Кстати, мы об этом думаем. Так извините, вот эта система у нас как раз и работала. Допустим, у нас, у 125 группы новейшей русской литературы, вместе с нами, в течение всего нашего срока обучения, вместе проходили программу студенты иудаики. На тех парах, которые совпадали, они учились вместе с нами. Это логистика верная. А те пары, которые у нас, условно говоря, были по индивидуальным планам, каждая группа проходила раздельно. Это нужно отдельно занимать. Я понимаю. Где-то есть это, а где-то нет этого. А в чем смысл? Ну вот, то есть вы сейчас предлагаете, вы просто предлагаете как инициативу то, что давно практикуется в университете. Нет, во многих... Это не практикуется. Это практикуется в некоторых случаях. А есть случаи, когда решительно под программу, под пять человек заходит такое количество преподавателей, которое ломает основную структуру. Один к одиннадцати и двум десятым. А здесь в обратной стороне. Значит, кто-то, вот теперь обратите внимание, кто-то, другие преподаватели должны компенсировать вот это. Нужно понять, что это как бы чаша, две чаши. Так, у кого-то мало студентов, но кто-то должен на других факультетах набирать большие часы, чтобы выровнять вот эту пропорцию. И это не потому, что кто-то жадничает, у кого-то есть деньги, и он их не дает. А потому, что другие должны отработать вот эту позицию. Евгений Николаевич, а можем мы договориться, что каждый случай будет решаться индивидуально? Нет, ну, я, знаете как, мы тоже не можем... Я вам что хочу сказать, что мы предложим следующее. Открытость заключается в том, что если мы что-то реорганизуем, вот, например, к совету, да, мы можем сказать, да, вот у нас есть такой план реализации. Совет принимает решение по нему. Причем, я уже не от своего лица буду действовать, если совет принимает решение, а от лица совета. И если вам предъявлять потом кому-то, то совету требования. Мы хотим обязательно об этом узнать и принять счастье в обсуждение. Ну, конечно. А конкретно какой ваш вопрос? А конкретно в чем смысл? Вообще, о любой реорганизации, да? Нет, ну, реорганизация, которая касается историко-филактического культа. Да, ну, это не... Нет, ну, вот я уже сказал, журналистика, историко-филактика, никто не реорганизует. Ну, зачем говорить-то? Буквально 10 минут назад вы сказали, что вы не можете гарантироваться. Нет, я не могу... Сейчас никаких даже планов нет. Если это будет, я объявлю и скажу. Просите, пожалуйста. А кто на основании каких-то критерий будет определять дублирующий кафедр? Вот русская литература и зарубежная литература, похоже звучит или не очень? Нет, дублирующий, вот. Кафедры не в этом. Кафедры так, когда на кафедре, скажем, мало часов, да, то кафедры могут объединяться, преподаватели никуда не уходят. Они остаются, но уже в рамках одной кафедры. На каких ставках они остаются, если они сейчас работают на 0-0-0-25-е? Это столько нагрузки, такие ставки будут и остаются. Тут нет вариантов. Вы хотите сказать, знаете что, я вам пообещаю, всем по ставке, как Жириновский обещал, да, каждому женщину по мужчине, а мужчине по бутылке водки. Да, а все остальное, приписки часов, это нельзя, уголовно преследуемое дело. Так, правильно? Бывает так. Вот, но это тоже должно караться. Это тоже минус вам, нам, всем, понимаете? Если есть приписки, значит, это украденные деньги, по сути. Такое тоже есть. И не скрываю это. Давайте сейчас по требованию, вот эти 15 человек, вы будете как-то озвучивать, вот эти 15 человек остаются. Остаются, все, я сказал, все. Вы обещаете и извиняете перед ними публично, пишите об этом. Нет, ну знаете, публично, это давление, знаете, не надо говорить, я перед каждым, каждому позвоню и скажу извиню. Простите, пожалуйста, о том, что это слухи вы объявили на портале Кольтеру. Это слухи. Это слухи, вы объявили... Слушайте, приказа не было. Ну слушайте, вы неужели мы не слышали? Простите, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, договориться. Вот ваш проректор упрекал меня в том, что я не даю вам там... Нет, вы меня еще и в этом упрекали. Ну так подождите. Вы объявили публично о том, что это слухи. И не могли бы вы, пожалуйста, публично принести извинения на том же самом портале Кольтеру? Значит так, я сказал то, что я сказал. Первое. Равнозначимое на равнозначимое. Приказа не было, чтобы было понятно. Возможно, какое-то действие... Я свою вину здесь определяю, то есть я список видел перед собой. Я уже сказал, тут вот коллеги есть, я многих даже и не знал. Ну, конечно, Манна знал там как-то. Решительно не... Нет, ну знал кого-то, но не всех. Я не подписывал приказ. Возможно, какое-то действие. Но поскольку им позвонили, я на себя беру всю вину за всех. И перед конкретно людьми я извинюсь. Все. А в чем проблема идет на Кольтеру? Нет, я считаю, что это давление сейчас, в данном случае. Я согласен на то, на что я согласен. Я просто выпускница РГГУ. Я горжусь тем, что я закончила. Я сказала, что я из РГГУ. Хорошо. Вы послушайте, просто открываешь интернет и читаешь про свой вуз, такое же, от чего становятся волосы над дыбом. И это, помните, не только я, это тысячи людей по всей стране закончили вуз. Очень уважают вашу работу, работу профессоров. И вообще это наш альма-матер, да? И вот нужно тем, этим тысячам людей объяснить, что все хорошо, вы принимаете, вы берете на себя ответственность. Вы поймите, это должно быть публично. В этом нет ничего стыдного. Ну все, что он со стороны, как он пришел. В этом нет ничего стыдного. Объясните, пожалуйста. Я один такой маленький, входил на Гаевского с открытым рутом, понимаете? А как фамилия? Вы представьтесь. Меня зовут Павел Юрьевич Ракитин. Я преподаватель другого вуза, не важно чего. И тут сколько лет ты преподавал? И тут преподавал. Я просто хочу сказать, что их публичная репутация, она связана с репутацией. И публичная тка. Понимаете? Вы представите вуза. Нам стыдно за вуз, понимаете? На самом деле. Вы знаете, вуз стыдно за вуз иногда становится. В той ситуации, когда кто-то пишет уже о вузе то, что ему в голову придет. Вот сейчас взбрело в голову кому-то, что нужно написать, что журналистика объединяется с этим. Они пишут. Еще что-то. Ведь в интернете нет какого-то наложения запрета. Давайте про вчерашнюю историю все-таки. Ну все я сказал, да. Да. Что касается вчерашней истории. Значит, когда все это появилось в прессе, вы или ваш пресс-секретарь и так далее обвинили на самом деле отдельные средства массовой информации в том, что они распространяют непроверенную информацию. И обвинили наших коллег в том, что они придумали всю эту историю. Но при этом, я вам могу просто пост дать, который прислала Елена Комарова. Елена Комарова опубликовала на сайте новости РГГУ это. Она на основании, скажу, чего? Приказа никакого не было, и поэтому не могло этого быть по существу. Но тем не менее, получилось, что врут наши коллеги и врут средства массовой информации. Слушайте, но вопрос-то урегулирован. Да, что значит, что урегулирован? Вы должны за эту историю нести ответственность с начала до конца. Даже если вы решение не принимали, как вы говорите, почему при вашем управлении университетом отдел кадров имеет такую неограниченную власть, увольнять, звонить, говорить, что уволены. Как такое может быть? Ну никто же не уволен, ну что же вы говорите? Я так понимаю, вы, я так понимаю, вы в качестве массовика, да, начинаете хлопать и все поддерживаете. Представьте себе, отдел кадров звонит пожилым людям, для которых вся жизнь связана с РГГУ. И говорит им вранье, что они будто бы уволены. В этом случае как? Они должны как? Отвечать. Они должны быть уволены тогда после этого? Что? Нет, ну они не должны быть уволены. Нет, ну а хорошо, ну а как эта ситуация? Извиняюсь, извиняюсь. И как такое может происходить в университете, которым вы руководите? Ну послушайте, ну послушайте. Ну что вы мне говорите, разве я объявил об увольнении? Простите, пожалуйста, а можно... Им позвонили и сказали, что их вызывают в университет, чтобы они подписали приказ о своем увольнении. Я извиняюсь перед ними, извиняюсь. Ну да, вы сказали, что вы извиняетесь. Мой промах заключается в том, что я не проинформированный. Это прекрасные слова. Вы сказали, что вы извиняетесь. Вы были не произвоменны. Так что вам мешает повторить это, тоже те же самые слова, в СМИ? Это не такое же ваше? Отлично. Ура, договорились. Договорились. Да нет, извините, нет. Знаете что, я... Сыдного ничего. Когда сделал что-то непотребное, извиниться это правильно. Но ситуация такая, что я уже начинаю сейчас извиняться, за что я уже не делал. Вот в чем смысл. Главное, чтобы были объяснения в СМИ. Объяснения ситуации, извиняюсь. Евгений, я просто думаю, что коллеги должны понимать. Ой, вопрос. Если ректор, сейчас, минутку, должностное лицо взял на себя ответственность. Ну я взял на себя ответственность. Этого вполне достаточно, поймите. Все остальное это называется... Более того, я сказал. Вы взяли просто только сегодня, а вчера наоборот вы ее с себя складывали весь день. И только этим и занимались. Я не сказал, если бы я подписал... Вы знаете, когда, если бы я подписал приказ, да, об этом, то да, это было бы все. А как статья справка? Это моя ответственность. Что? Вчера в справке было написано, что вопрос об увольнении этих преподавателей даже не обсуждался. А сейчас вы сами признали, что он обсуждался. Нет, он не обсуждался со мной в том смысле, что кого уволить, как это... Какой-то список лежал. Но вы сами говорили, что вы обсуждали. Уже все это запутано. Да нет, там было столько вранья. Она какая-то... Да, что вы хотите? Возвращение к словам Бориса Михайловича и... Я не знаю, именно, в общем, неважно. Это... Ну для меня это просто не только вопрос публичности и статуса университета в глазах кого угодно. Это вопрос этики, потому что этим людям 90, 91, 90, 100, 90, неважно. Вы понимаете, что если вы им позвоните, ну... Я боюсь говорить эти слова, но я думаю, всем понятно, что... Нет, не надо звонить в смысле и говорить. Может быть, Николай Алексеевич вообще не в курсе. Ну сказали, ну что, возвращаемся. Лейся песня без конца, начиная с начала, да? Давайте опять. А вы позвоните и скажите, знаете, мы его увольняем, а он такой... Так, друзья, друзья, давайте так, завершим вот чем. Да, мне кажется, что лучше, чем личные звонки, лучше, если вы на сайте РГГУ принесете им публичные извинения. Неясно, почему ясно? Вчера мне это все было очень неясно, знаете, поэтому не нужно останавливать. Короче говоря, лучше всего, если вы на сайте РГГУ принесете им публичные извинения. Хорошо. Скажите, алипусы обоснования информации о следея и обучении международных отношений, экономики, управления и права с факультетом международных отношений и историко-архивного института. Это никакого. Можно сделать открытый план по оптимизации? Нет, он в целом... Я объясню, что это делается пошагово. Нет, это пошагово делается. Мы не можем сейчас говорить, вот вам план, вот мы сделаем несколько мероприятий, организуем и идем в следующем шагу. Я сказал, что открываться будет. Обещать о решениях администрации и обсуждать это с коллективами все студентами, которые в этом заинтересованы. Но на ученый совет, приходите на ученый совет, он открытый, не закрытый, ничего, приходите и обсуждайте. О решениях совета можно потом будет почитать. Они публикуются. На сайте все есть. А что у нас нет его? По президенту. А, по президенту нет отчета, да? Ну, посмотрим. По поводу солянки, которым столько лет работают. По поводу увольнения или помечания? По поводу чего вы? По поводу солянки. А солянки не увольняются. Она ушла сомневаться? Нет. Она в полусадки профессора переходит на кафедру. Позвольте, это уже вопрос администрирования. И я считаю, что я в праве. Вы в праве? В праве предлагать. И, Любовь Николаевна, я точно так же отношусь с огромным уважением. И сколько я с ней работал, никакой проблемы нет. Нет. Да, каждому человеку обидно, когда что-то происходит. Но, извините, ротация кадров должна происходить. Если угодно, в пользу определенной молодежи. Да, это так. Нет, просто не было информации об этом, хотели только... Нет, информации об этом я не должен здесь информировать. Я могу вас по итогам сказать. По итогам, да. А то, что я собираюсь там что-то делать. Нет, по итогам я тоже нет. Она не уволена никуда. Не может быть, а точно. Но я открыт. Как-то будем обсуждать, диалоги, решать эти вопросы. У меня другой концепции нет. Запираться и там писать какие-то тайные бумаги. Спасибо. 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 Спасибо.